Урок 4.4. Центр управления избранным Путешествуя в интернете, вы наверняка определите для себя любимые страницы, которые будете регулярно посещать. С помощью Центра управления избранным, который открывается кнопкой «Избранный» на панели инструментов, вы можете добавить любимые страницы в папку «Избранное», подписаться на получение новостей через веб-каналы, а также иметь быстрый доступ к ранее посещенным страницам. Центр управления избранным имеет три вкладки. «Избранное» содержит ссылки на сайты, которые вы добавили в папку «Избранное». Щелкнув на ссылки, вы сможете быстро попасть на нужный ресурс. Каналы включают в себя список веб-каналов, на которые вы подписаны. Журнал фиксирует ссылки на все посещенные вами страницы. Центр управления избранным автоматически закрывается после того, как вы щелкните на ссылки на одну из вкладок или просто щелкните за пределами центра. Если нужно, чтобы центр управления избранным оставался открытым, нажмите кнопку «Закрепить центр управления избранным». После этого закрыть его можно будет стандартным способом, щелкнув на кнопки с крестиком. Чтобы добавить в избранные ярлык страницы, на которой вы сейчас находитесь, нажмите кнопку «Добавить в избранное» на панели «Избранное». В открывшемся окне в поле «Имя» находится заголовок страницы, который будет внесен в список избранных ресурсов. При желании вы можете изменить его. нажмите кнопку «Добавить». Теперь для загрузки страницы достаточно будет щелкнуть на ее ссылки в списке вкладки «Избранное». Вы можете одновременно добавить в «Избранное» несколько страниц, открытых на отдельных вкладках. Для этого нажмите кнопку «Избранное» и из списка «Добавить в «Избранное» выберите команду «Добавить текущие вкладки в «Избранное». В открывшемся окне задайте имя набора страниц и нажмите «Добавить». В результате на вкладке «Избранное» появится папка с указанным именем. Когда список избранных ссылок станет длинным, поиск нужной страницы будет занимать слишком много времени. Чтобы этого избежать, структурируйте содержимое списка. Для этого на вкладке «Избранное» нажмите кнопку «Добавить в избранное» и выберите команду «Упорядочить избранное». В открывшемся окне выполните нужные операции с помощью доступных кнопок. В Internet Explorer 8 есть возможность обнаружения RSS-каналов на сайте. Так, при их наличии становится доступной кнопка «Каналы» на панели инструментов. Щелкнув на стрелки этой кнопки, вы развернете список имеющихся веб-каналов. Сайт может иметь один или несколько RSS-каналов. Один и тот же канал может быть представлен в различных форматах, например, для просмотра на компьютере и на мобильном устройстве. Щелкните на название RSS-канала. При этом его содержимое отобразится в окне Internet Explorer. Чтобы подписаться на выбранный веб-канал, щелкните на ссылки «Подписаться на этот канал». В открывшемся окне измените при необходимости имя веб-канала и нажмите кнопку «Подписаться». После этого его название появится в центре управления избранным на вкладке «Каналы». Для просмотра веб-канала нужно щелкнуть на его название на вкладке «Каналы». Содержимое каналов, на которые вы подписались, будет обновляться ежедневно. При наличии новых сообщений, название канала будет выделено полужирным шрифтом, а при наведении на него указателя мыши, на всплывающей подсказке можно будет увидеть количество новых сообщений и дату последнего обновления. Если частота обновления канала вас не устраивает, вы можете обновить его вручную, щелкнув на кнопки справа от названия канала на вкладке «Каналы». Кроме того, вы можете задать особое расписание обновления канала. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на название канала в списке и выполните команду «Свойства». В открывшемся окне установите переключатель в положении «Использовать особое расписание» и в списке «Частота» выберите нужный временной интервал. Здесь же вы можете разрешить автоматическую загрузку вложенных файлов, установив соответствующий флажок, а также указать количество хранимых обновлений. Для настройки отображения веб-фрагментов воспользуйтесь командой «Сервис» «Свойства обозревателя». В открывшемся окне перейдите на вкладку «Содержание» и в области канала и веб-фрагменты нажмите кнопку «Параметры». Здесь можно задать время автоматической проверки обновления, подачу звуковых сигналов при обнаружении канала или веб-фрагмента, а также некоторые другие настройки. Последняя вкладка «Центр управления избранным журнал» содержит список ссылок на недавно просмотренные страницы. По умолчанию ссылки сгруппированы по дате посещения. Использование журнала удобно в том случае, если вы хотите получить быстрый доступ к ранее загруженным страницам, как онлайн, так и в автономном режиме, отключившись от сети. Вспомните, когда вы посещали страницу, которую хотите открыть вновь. Щелкните на нужной дате или временном промежутке, затем нажмите ссылку, носящую название веб-узла, а затем заголовок страницы. Для удобства список можно отсортировать по четырем параметрам – по дате, узлу, посещаемости и порядку посещений. Выбрать тип сортировки можно, щелкнув на раскрывающемся списке в верхней части журнала. Если после сортировки вы все равно не смогли найти нужную страницу, воспользуйтесь поиском в журнале. Для этого из раскрывающегося списка в верхней части журнала выберите значение «Поиск в журнале». В поле ввода наберите слово, которое должно содержаться в заголовке веб-страницы и нажмите кнопку «Начать поиск». Ссылки на страницу, удовлетворяющие запросу, отобразятся ниже. В настройках браузера вы можете указать, какое количество дней должны храниться ссылки в журнале. Для этого нажмите кнопку «Сервис» и обратитесь к команде «Свойства обозревателя». На вкладке «Общие» в области «История просмотра» нажмите кнопку «Параметры». В открывшемся окне в области «Журнал» установите временной интервал, в течение которого будет храниться ссылка на просмотренную страницу. Для удаления отдельной записи из журнала Internet Explorer щелкните правой кнопкой мыши на нужной ссылке и выполните команду «Удалить». Чтобы полностью очистить журнал от записей, нажмите кнопку «Удалить» в области «История просмотра» окна «Свойства обозревателя». В открывшемся окне оставьте флажок «Журнал установленным» и нажмите кнопку «Удалить». Если вы хотите полностью избавиться от всех упоминаний о вашем путешествии по сети, то в окне «Удаление истории обзора» установите флажки временные файлы интернета и куки-файлы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...